Добрый день! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Вы понимаете, как совершаются сделки на бирже? Если сказали «да», то я вас разочарую, так как большинство в этом вопросе плохо разбирается. А это именно та информация, что раскрывает суть биржевой механики взаимодействия покупателей и продавцов, помогающие читать движение цены. Смотрите это видео, потому что сегодня я покажу, как на макро-уровне взаимодействуют заявки и к чему это приводит. Прежде чем продолжим, предупреждение о рисках. Торговля на бирже сопряжена с риском потери вложенных средств, а доход не гарантирован. Поэтому переходите к реальной торговле только после ознакомления с методами ограничения рисков. Сегодня у нас не будет деления на первую и вторую часть. Тест будет идти параллельно, поэтому прямо сейчас приготовьте бумаговую ручку. В этом вебинаре мы максимально понятно разберем тему сделок, стакана заявок и взаимодействия покупателей и продавцов. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Чтобы проще понять, как происходит на бирже сделки, представим себе рынок зерна. На рынке есть зоны, где стоят продавцы зерна и покупатели зерна. Пусть руководство нашего рынка строго проверяет качество зерна и выдает сертификат на торговлю только на то зерно, что отвечает определенному установленному стандарту. Таким образом, на нашем рынке каждая выставленная тонна зерна будет полностью идентична любой другой по сорту и качеству. Пусть зерно на текущий момент стоит около 100 долларов за тонну. Цена и валюта условны, только для простоты примера. Пускай наш рынок будет организован так, что столики с лучшей ценой располагаются ближе к входу. Так как каждая тонна зерна одинаковы, то продавцы и покупатели будут группироваться у столиков с ценой, предлагая свой товар. Как вы думаете, если товар полностью идентичен, то нам важно знать, один человек его предлагает или несколько? Правильно, нам не важно, сколько человек его предлагает. А что важно? Нам важно понимать, сколько по этой цене предлагается товара. Поэтому, пусть у каждого столика будет табличка, сколько тонн зерна есть по этой конкретной цене. Теперь представьте себе, что вы пришли на этот рынок и захотели себе купить пару тонн зерна по цене 102 доллара за тонну. И у меня к вам вопрос, сможете ли вы подойти к лотку и купить зерно по этой цене? Не спешите с ответом, подумайте, я дам вам время, готовы, начали! Подумали? Давайте разбираться. Кто ответил нет, поставьте себе в тесте на первый вопрос плюс 10. Прежде чем начнем разбираться, давайте уточним, вы не сможете купить зерно по цене 102 или вы вообще не сможете купить зерно, так как вам придется ждать своей очереди? Не спешите с ответом, подумайте, готовы, начали! Согласитесь, вначале многие решили, что совершение сделок, что в этом может быть сложного, оказалось все гораздо сложнее. Если ответили «надо подождать», вы ошиблись. Правильный ответ «да». Те, кто правильно ответил, поставьте себе плюс 10. Если вы свой ответ уточнили и сказали, что купите 2 тонны по цене 100, тогда добавьте себе не 10, а 25 баллов. А теперь давайте будем разбираться в опросе. На первый взгляд может показаться, а в чем может быть проблема? Подошел и купил или подождал, но не спешите. Здесь важно вспомнить, что все зерно стандартизировано, а это означает, что нет смысла покупать товар по 102, когда есть возможность купить тот же товар по 100. Согласитесь, вы вряд ли в магазине из двух идентичных товаров купите тот, что подороже. Это можно сделать только по ошибке. Но на бирже такая ошибка исключена, так как за этим следит специальная программа. Поэтому если мы хотим купить или продать, то можем совершить сделку только на первых столах, где лучшая цена на покупку и продажу. Раз у нас нет доступа к другим столикам, то перестроим наш рынок и сделаем так, что продавцы и покупатели будут располагаться друг напротив друга. Первым будут те, у кого лучшие цены, а остальные встанут за ними. Очередь будет организована так, что чем лучше цена, тем столик будет ближе к началу. То, что мы с вами построили, называется таблица заявок или на сленге трейдеров стакан. Таким образом, стакан это таблица, в которой отражаются заявки от покупателей и продавцов по конкретным ценам. Представим, что красным кружком у нас будет обозначаться один продавец, а зеленым один покупатель. Совсем недавно в примере с рынком зерна говорил, что раз товар у всех идентичен, то покупатели и продавцы группируются вокруг столиков с ценой. Поэтому в таблице заявок за каждым выставленным количеством может скрываться разное число людей или организаций. Это может быть один человек, как в заявке по цене 99, или три человека, как в заявке по цене 102. Поэтому в дальнейшем мы даже об этом не будем думать, а будем иметь дело только с итоговым числом. Для того, чтобы на бирже совершить сделку, нужно подать заявку. Поэтому мой третий вопрос звучит так. Как называются заявки, находящиеся в стакане? Немного подумайте. Готовы? Начали! Думаю, что большинство с вопросом легко справилось. Если вы ответили, что в стакане стоят лимитные заявки, у продавцов sell limit, а у покупателей buy limit, поставьте себе плюс 15. Как вы думаете, будут ли на рынке происходить сделки, если у всех лимитные заявки? Подумайте! Готовы? Начали! Вопрос несложный, и мы его уже немного затрагивали. Сейчас разберем его подробнее. Кто ответил, что сделок не будет, поставьте себе плюс 20. Для того, чтобы совершилась сделка, нужны рыночные покупатели и продавцы. Посмотрим подробнее. Для того, чтобы лимитный продавец смог продать свой товар, нужно, чтобы к нему подошел покупатель и купил товар. Чтобы это было понятнее, мы с вами, покупая в магазине предложенный товар по конкретной цене, являемся как раз такими рыночными покупателями. А магазин выступает в роли лимитного продавца. Для того, чтобы лимитный покупатель смог купить по конкретной цене, к нему должен подойти рыночный продавец. Закрепим тему. Пусть у нас есть рыночная заявка на покупку 5 лот. Что произойдет, когда заявка будет выставлена? Все верно. Будет совершена сделка по цене 100. И это предложение уйдет из стакана, после чего лучшей ценой на продажу будет 101. Попробуйте теперь самостоятельно ответить на вопрос, по какой цене произойдет сделка, если выставить на продажу рыночным ордером 12 лот. Готовы? Начали! Поняли? Давайте проверим результат. Если ваш ответ – произошла сделка по цене 99 и 98, по цене 99 продано 10 лот, а по цене 98 продано 2 лота, смело можете поставить себе плюс 20. Подведем краткие итоги по первой теме. На бирже используются два типа базовых заявок. Первый тип – лимитные заявки, sell limit и buy limit. Второй тип – рыночные заявки, рыночная продажа и рыночная покупка. Эти заявки еще называются маркет-ордера. Второй вывод. Для исполнения лимитной заявки нужно, чтобы появилась рыночная заявка. Sell limit встречается с рыночной заявкой на покупку и происходит сделка. Buy limit встречается с рыночной продажей и происходит сделка. Двигаемся дальше и выясним, что такое длинные и короткие сделки. Длинная сделка – это покупка актива с целью его перепродажи дороже. В обычной жизни длинные сделки нам встречаются регулярно. Вы что-то покупаете, рассчитывая потом перепродать это дороже. Так что сложностей здесь возникнуть не должно. Короткая сделка – продажа финансового актива с целью заработать на снижение его цены. Если с длинной сделкой все достаточно просто, то короткая часто вызывает вопросы. Попробуем разобраться с ними. Представьте себе, что оценили перспективу финансового актива – это могут быть товары, акции, валюта, сейчас это не важно – и поняли, что актив будет дешеветь. Как на этом заработать? Подумайте над вопросом, как продать то, чего нет. Засекаю время. Готовы? Начали! На самом деле ответ очень простой. Кто ответил, что для того, чтобы продать то, чего нет, нужно взять в долг и после этого продать, поставьте себе плюс 10. Когда вы продали взятый в долг актив, долг остается. Поэтому для того, чтобы его вернуть, нужно купить на бирже подешевевшую акцию и вернуть ее брокеру. А разница будет вашей прибылью. Друзья, сегодня мы разобрались, что такое трейдинг и одновременно вы прошли тест на понимание материалов. Настало время подсчитать итоги теста и оценить, насколько вы разобрались в теме. Если вы набрали 20 баллов или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик по новой. Скорее всего, вы не давали себе времени подумать. Но даже если вы старались, ничего страшного. Пересмотрите ролик и вы разберетесь в вопросе. Если вы набрали от 20 до 60 баллов, неплохо, но стоит еще все внимательно проработать. Если ваш результат в пределах от 60 до 80, это хороший результат, но и над ним стоит поработать. Если вы достигли 80 баллов и выше, поздравляю, это прекрасный результат и вы можете приступить к следующему уроку. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях или напишите в комментариях. Ваши отзывы – это лучшая награда. Подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!